Следующий вариант, который может быть устойчивым в принципе. Кстати, вот в этом варианте втором не существует глубины в отношениях, потому что она с самого начала не заложена. Эти отношения в какой-то степени циничны по природе, потому что глубина означает другие ценности. Если ценность, допустим, богатство просто, то оно не предусматривает честности и чистоты. Допустим, я хочу богатства в отношениях. Где тут честность? Если, допустим, я хочу богатства, и ты хочешь богатства, мы имеем отношения выгоды взаимные. Нам хочется выгоды от этих отношений. Такие же отношения мы строим с детьми. Мы говорим, если ты вот это вот будешь делать ребенку, тогда я тебе дам вот это. Если не будешь делать это, это не получишь. Вот такая вот вещь. Результат какой? Цинизм постепенно выходит наружу. Люди понимают, что вот эта концепция, желание развития вот этого, она на самом деле не является чем-то глубоким. Глубокие отношения дают глубокий результат. Понимаете, мы говорим о концепции счастья, вокруг которого семья создана и объединяется, и живет. Какая концепция, такой и круг отношений создается. Поэтому в этих семьях очень много цинизма. То есть они внешне пытаются друг другу делать как бы любовь, показывать любовь, но внутри у них друг другу ничего глубокого нет. Простой пример. Допустим, они стремились к такому вот достатку, но произошла осечка. Допустим, какой-то из них, кто-то из них заболел. Результат какой? Уже так вот элитно ты с ним уже жить не будешь, потому что он больной, он несчастный. Ему нужна самому забота, он уже не может тебе создать вот такую жизнь. В результате трудностей возникают у таких людей, потому что это не входило в их планы. Их планы были вот так вот жить хорошо, а тут раз и не получилось. Следующий вариант. Это, понимаете, у человека есть определенный стержень внутри, как бы нацеленность, понимаете? Всегда что-то перевешивает. Мы говорим именно об этом стержне, что перевесит. Потому что то, что перевесит, то и в гармонию войдет, понимаете? То самое первое и создаст ключ к отношениям. Этот ключ к отношениям потом даст определенную устойчивость и мотивы семьи, понимаете? Потому что через это и пойдет развитие потом. Допустим, у нас что общее? Секс общее. Значит, в этом как бы основа. Это нас держит. Допустим, мы где-то поругались, где-то поссорились, но когда постель, все хорошо. Мы помирились там. Другие мирятся, потому что у них есть общая идея развития. Третьи мирятся, потому что у них есть общая идея статуса в обществе. Их держит статус. Они, когда вместе, статус серьезный. Когда они в рознь, плохо. Понимаете? То есть что-то должно быть главным. Постепенно отношения развиваются в любом случае, потому что мы души. Понимаете? То есть у нас есть духовная природа. Эта духовная природа у любого человека проявляется, если он проявляет усилия. Для чего эта тема нужна, я вам сейчас объясню. Для того, чтобы понять, сколько усилий мне надо приложить для создания правильных отношений. Если отношения были созданы там и вот так, усилий придется прилагать очень много. И это хорошо. Потому что мое понимание счастья было сильно неправильным в семейной жизни. Сильно неправильным. Это значит, что сильно менять придется. Понимаете? И это хорошо знать. Потому что некоторые люди хотят быстро все поменять. Не получается. Когда концепция связана вот с этой идеей, что у нас общим является достаток, тогда уже легче. Потому что, по крайней мере, какая-то идея есть. Понимаете? Люди для чего-то живут, трудятся. То есть какая-то идея любви. Понимаете? Вот эта вот идея внизу – это не любовь. Это просто наслаждение друг другом. Потому что любовь имеет совсем другую природу. Любовь – это отдача, а не взятие. Противоположная весь. Энергия любви используется. Это факт. Но используется она неправильно. Человек, чтобы почувствовать другого человека, должен сначала отдавать ему свое сердце, а потом увидеть его отдачу. Понимаете? Что значит отдавать сердце? Смотрите. Терпеть друг друга раз. Это самое легкое проявление любви, такое небольшое. Терпеть друг друга. Второй этап – это появляется ощущение уважения. Когда человек отдает бескорыстно, то в этом случае появляется к нему уважение. Это второй этап любви. Третий этап любви – это верность. А четвертый – искренность. Вот когда люди достигают таких отношений годами, они развиваются годами, тогда, где бы эти отношения не были созданы, уже не имеет значения. Надо весь этот путь пройти. Просто проблема заключается в том, что терпеть человека, который кроме секса с тобой ничего не знает и не хочет знать, очень трудно. Терпеть человека, который с тобой строит отношения на основании твоей возможности достигать его поставленной цели, тоже нелегко. Конечно, легче терпеть человека, который способен занять высокое положение в обществе. Это все-таки уже что-то значит. Понимаете? И такие отношения, в принципе, могут всю жизнь существовать. Есть только одна проблема. Даже в таких отношениях очень трудно раскрывать сердце. Очень трудно в таких отношениях даже раскрывать сердце. Поэтому веды рекомендуют начинать отношения с другого уровня, более высокого. Это означает нравственные принципы. Понимаете? Не элитность, не богатство, не наслаждение друг другом, а нравственные принципы. Какие принципы в жизни ты имеешь, такие я хочу сделать основой нашей жизни, если они совпадают с моим пониманием. Поэтому в этом случае люди знакомятся где? Они знакомятся в тех местах, где люди имеют нравственные принципы. Означает какие-то религиозные собрания или нравственные собрания, могут быть какие-то кружки там нравственные. Это сейчас редко встречается очень, но это есть общение нравственности. Означает уже более высокий уровень отношений, потому что такие отношения уже по праву можно считать сердечными, потому что нравственность начинается с сердечного центра. И вот эти отношения, основанные на нравственности, они не могут возникнуть сразу и быстро. Смотрите, на самый низший тип отношений чем характеризуется? Сначала мы балдеем, потом страдаем. И так постепенно. Чем выше отношения, тем меньше балдежа сначала, и тем больше счастья в конце. И нравственные отношения означают, что создать их очень трудно. Первый этап таких отношений, это надо понять человека, это непросто. Люди пытаются понять друг друга, этот ли человек, действительно ли я смогу с ним прожить всю свою жизнь, понимаете? Не то, что трава не расти там, а всю жизнь. Человек пытается это понять сначала. И поэтому такие люди просто общаются сначала. Вот постель как раз, она мешает этому процессу, понимаете? Потому что когда началась постель, общение закончилось. Нужно или то, или другое, нужно что-то выбрать. Потому что когда люди общаются искренне, они должны сохранить чистоту в отношениях. Поэтому ведическая культура считает, что отношения должны создаваться постепенно. И им, их созданию должны помогать.